Ну что, друзья, всем привет, всем привет, и сегодня у нас немножечко разговора пойдет по поводу боевого пропуска. Давайте все-таки немножечко об этом деле немножко поговорим, совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Итак, давайте для начала глянем, что же такое все-таки боевой пропуск, и, ну, как вы видите, я его уже практически весь прошел, причем, ну, это жопе конкретно, потому как пройти 50 раундов или этапов, это, конечно, довольно жестко. Пройти 100 это еще жестче, а пройти 150, ребята, это вообще просто пипец, когда никому вообще нечего делать. Вот, соответственно, вы тратите время на что-то, на что-то вот такое. Итак, что же хотелось мне сказать по поводу того, вот именно, ну, конкретно, да, по боевому пропуску. Конечно, это классно, когда я играю. Вообще, скажем так, первый пропуск я прошел, первые 50 этапов я прошел очень быстро. Это, ну, заняло у меня 7 дней. Ну, быстро, не быстро, очень, не очень, это уже решать вам, как бы, но, на мой взгляд, достаточно быстро, 7 дней. Это был, ну, такой, очень динамичный, драйвовый и кайфовый период. Вот, здесь можно было получить кучу всего, кучу всяких плюшек, привилегий. И, насколько я понимаю, раньше было именно всегда так. То есть, можно было пройти одну главу только, допустим, и следующая глава, когда-то там, там, через 3 месяца было обычно. И, я не знаю, каким образом я нарвался, вот, наверное, любознательность. И тут было как-то, то ли написано, тоже перейти к главе второй. После того, как я все это закончил первую, получил, с первым делом я получил, значит, на, да, что ж такое, получил на 121-го. 121-й, конечно, выглядит шикарно. И, вот, пока я получал, играл на 121-м часто и, конечно, доставлял огромное удовольствие. В общем, соорудил я 121-й. Естественно, он у меня есть в ангаре, и я получаю от этого большое удовольствие. Он получился, давайте сразу тогда посмотрим, чтобы понимать, о чем речь. То есть, не буду переходить уже конкретно в ангар. Ну, в общем, вот такой вот камуфляж на 121-м. Здесь можно было начинать вот отсюда. Первым этапом приходили вот эти гусли. Они, конечно, играли огромную роль. В принципе, можно было на этом даже и закончить. Потому что гусли, ну, достаточно так круто смотрятся. Ну, просто офигенно на самом деле. Даже без ничего, без всяких вот этих дополнительных плюшек. На втором месте добавлялись, на втором этапе добавлялись какие-то там дополнительные вот цани. Или что это, какой-то там луноход, я смотрю, да? Какие-то лыжи или, ну, фиг поймешь, что это газонокосилка. Ну, и так далее. До четвертого доходим. Здесь уже плуги. Здесь уже обмотано орудие. Ну, в общем, кайфово, кайфово. Я получил удовольствие и прям думаю, а почему бы... Ну, вернее так, не то, что почему бы, да? А начал вот именно заниматься тыканем на кнопки и обнаружил, что почему-то можно и второй, допустим. Вот вторым у меня был вот этот вот 705А. Думал, почему нет? Давайте сделаем и второй. Ну, как-то на них налез. Сейчас, в общем и целом, уже так потяжелее. А сейчас, ребят, я уже, блин, в таком... Не буду говорить слова такие. Ну, в общем, я уже не могу. Я уже не могу. Очень много времени потрачено на вот эту вот игру. Просто очень много. Ну, посчитайте сами. Почти три недели просто сидишь и фигачишь вот эту вот шнягу. И у меня остается сейчас на последнем этапе, на последней главе, у меня остается вот... Я сейчас нахожусь на 132-м этапе. Я планирую сделать, естественно, дойти... Через семь этапов получить восьмую. Восьмой жетон. И еще через пять девятый жетон. У меня всего девять жетонов. И, конечно же, если мы посмотрим на содержание всех этих наших танков, этот, 18 жетонов, я даже близко к нему подходить не буду. Ну, потому что это для меня лично неинтересная тема. Я не особо люблю, на самом деле, вот такие танки типа Леопард. Хотя, КПЗ-50 он мне очень привлекает. Но это все-таки потяжелее будет. И по бронированию. А это фигня какая-то непонятная. Хоть и настрел у него наверняка довольно серьезный. То, что касается ПТ-шки и 12 жетонов, это, конечно, поближе ко мне. Но, опять же, нет. Столько карпатиться... Не, не буду. Не буду ради вот этого танка там ждать еще что-то. Я всю свою энергию нацелил вот сюда, на Фейс Ван. Как вы видите, шарфутур у меня уже есть. Вот, он у меня есть уже и в ангаре в том числе. Вот. И если мы посмотрим на него, то я вам его всячески рекомендую. Танк очень великолепный. И я... Вот, если вы любите на средних танках играть, я вам рекомендую брать вот этот танк именно. Шарфутур. Если вы любите играть тяжелые танки, то я вам рекомендую, конечно, брать вот этот One Face или Face One. И, да, к нему надо стремиться. И мне осталось... Я просто уже настолько устал от этой игры. Настолько... Да, я понимаю, кстати, что, смотрите, времени еще полно. Можно закончить до 15 июня. То есть, у нас еще два месяца впереди. Спросите, зачем я так быстро все это прохожу? Ну, просто потому что у меня есть много свободного времени на данный момент. И я все-таки хочу не пройти все три и получить вот долгожданные вот эти вот классные. Камуфляжи нет. Я просто хочу получить One Face One. И для меня это приоритетная, как бы, цель. Ее осталось немного до нее. То есть, до вечера я дойду, может быть... Ну, за сегодняшний день, я думаю, до 35-го дойду. Ну, и завтра я попробую уже выложиться по полной, чтобы добить вот это. И как только я заканчиваю 147-й... Ой, 145-й, получаю еще один жетон. Девятый. Я покупаю тот танк. И, наверное, неделю не буду играть в эту игру. Замечательный, кстати, шарф и тур. Просто обалденный. Ну, еще мне нравится. Все-таки КПЗ 50 тонн. Обалденный. Но, блин, первое время, когда я начинал в него играть, ребят, вернее, им играть, это, конечно, было жестковато. Потому что сам танк предполагает... Ну, поскольку он у нас средний, предполагает какую-то скорость. А он ни хрена не едет. Предполагает какую-то броню. Он не танкует. Только... Ну, танкует только башкой. Плюс его почему-то абсолютно все пробивали вот куда угодно. Как бы я ни становился, все меня пробивали. Я выбрал для себя именно тактику такую, что стоять где-то сзади. И просто постреливать, настреливать. Вот как-то таким образом. В общем, этот танк тоже очень интересный. И он у меня начинал... Было у меня на нем 42% побед. И сейчас уже было 50% побед. То есть за 600 боев я получил достаточно большой опыт игры на этом танке. И в основном я никуда вперед не лезу на нем. Но на данный момент, ну, чтобы как бы побыстрее... Я вот просто покажу, как я уже играю. Мне уже по барабану выиграл, проиграл. Там пофиг. Я еду на нем и получаю немножечко-немножечко удовольствия. Значит, у меня здесь стоит турбонагнетатель. У меня здесь стоит вот эта вот фигня, которая увеличивает повороты. То есть тоже я получаю... Видите, я очень быстро еду я, в принципе. И что у нас еще здесь? Опа. Дайте нам. Попал хоть, нет? По-моему, нет. Ну, и давайте попробуем здесь постоять чуть-чуть. Так, у нас здесь говорили, очень хорошая башня, в принципе, да? Ну, конечно, башня. Если наша башня хороша против вот таких танков, то проблемой может быть какой-нибудь фугас, естественно, от какого-нибудь неприятного танка, который находится где-нибудь вот там вот в кустиках. Ну, как вы понимаете, да, где они тут тусуются. Они тут любят это дело. Вот. И давайте попробуем. Ах ты! Вот бывают такие фишки. Еще хочу сказать, что в ближнем расстоянии, когда вы находитесь близко конкретно к врагу, тогда снаряды, естественно, видите, меня как приоритет уже лупят. Когда вы играете на этом танке с близкого расстояния, то у вас здесь... Сейчас, секунду. Видите, какая фигня. Он там как уш на сковородке. Сейчас меня еще тут начнет лупить. Уфу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я еще загорелый. Ничего не видно. Вот куда его тут пробивать? Хрен его проймешь. Не знаю. Вот. В общем, здесь такой неприятный снаряд, что... Видите, как очень быстро закончили борьбу с этим танком. Хотя я по нему ни разу не попал. Ай-яй-яй. Так к чему я вел-то? Прошу прощения. В общем, когда играешь вблизи с этого танка, вроде снаряды нормально летят. Когда ты играешь с дальнего расстояния, снаряды теряют свою силу. И, собственно говоря, вы уже ничего не можете там, собственно говоря... Ну, пробить никого не можете. То ли рикошет, то ли просто не хватает. Отвали. То ли просто не хватает. В общем, да что ж такое силы. И в итоге... Все в минус. Ох, какая прелесть. Ну ладно, давайте попробуем опять же встать сюда. Привлечь внимание наших друзей. И вот так вот. Бумс. Ну, это сейчас я просто выделываюсь, наверное. Поймал. Бумс. Хорошо. У него уже он отстрелялся уже дважды. Ай-яй-яй-яй-яй. Не хватило. Ну, в общем, как вы видите, неплохо он нарабатывает. Хотя, вот сколько я там стрелял по нему, ну, вроде как должен был настрелять нормально. А настрелял всего 1200. Ну, как-то не очень совсем. И наша команда тоже не отрабатывает. Вот. Что еще хочется сказать. Это я как-то сейчас, наверное, не знаю почему. Но вроде играю неплохо сейчас. А где он? А, вот он. На. Я просто его не увидел. Ну и где-то нас там лупанул. Замечательный танк. 152. Да. И он мне снес полхп. В общем, абсолютно неприятная ситуация. Сейчас еще арта там будет активизироваться. И будет совсем нехорошо. И вот таким вот темпом играем мы достаточно долгое время. Достаточно долгий период. Ну, считайте, три недели уже. И за эти три недели что мы смогли? Мы смогли пройти практически все этапы, кроме Ада на Або. Может. Не упасть бы еще. А то там, по-моему, если упадем, то хана, да? Ну, вроде как выигрываем. Еще такой минус, в частности, в начислениях баллов именно в этой игре заключается, отрицательный я имею ввиду, заключается в том, что, к сожалению, вы не можете. Или 704-й меня лупанул. Нет, 152-й где-то там стоит, падла. Заключается в том, что если вы совершаете прорыв, то это никоим образом вообще никак положительно на вас не влияет. Вот никак. Вы такой крутой, молодец, супер-пупер. Но ничего, там, по-моему, АМХ или нет? Сейчас посмотрим. Ну, рискнем, что нам? И никого. А что такое, где все? Алло? Что, не пойдем туда? Стоит друг с этой дурой, здоровенной трубой и ничего сделать не может. Пошли. Ладно, поехали. Попробуем крутануть. Ну, естественно, это Чукча не поедет за нами. И тот нас заберет. Да, нет? Нет. В общем, у нас волшебный танк, на самом деле. В этом бою как-то он хорошо так отрабатывает. Вот этот подонок. Ах ты. Да. Я еще останавливаюсь всегда, когда вижу. Ну, в общем, цепене. Знаете, как эти мыши перед... Как она там? Там, монакондой. И такой сразу. Оп. Увидел. Давай останавливаться. Ну, на самом деле, я хотел именно настрелять ему. Ну, в общем, ребят, что хочу сказать. Жопа это все. Жопа в том плане, что... Да, вроде как две с половиной настрелял. Танк офигенный, на самом деле, очень хороший, когда вы его навешаете, на него всякую билиберду. Вот. Всякие погремушки на него наладить. Я сейчас покажу, что у меня здесь наставлено, чтобы вы понимали, что к чему. По-моему, здесь стоит досылатель. По-моему, здесь стоит, еще раз говорю, турбонагнетатель. И стоит вот эта байда для скоростных разворотов. Я не помню, как называется. Своим языком, короче, рассказываю. Ну, в общем, посмотрите. Да, видно. То есть, это у нас турбонагнетатель. Нет, обознался. Просто улучшенная вентиляция и досылатель. И все. Танк, на самом деле, очень хороший. Давайте еще пару минут скажу, чем я все-таки... Вот это все. Вот то, что вот 132. Чем я нагнал, да? Давайте посмотрим, какие танки, я имею в виду, в основном участвовали в этом мероприятии. Итак. Достаточно часто, ну, скажем... Ну, часто я играл на СУ-130 ПМ. И, ну, скажем так, если у вас вот такое настроение, как сейчас у меня, то СУ-130 ПМ вам не подойдет. Вам именно с таким настроением, как сейчас у меня, там, видите, с короговорками говорю, хочется именно быстро, динамично именно надвигаться. И, соответственно, вам лучше какой-нибудь танк, который вот... Даже лорка вам сейчас не подойдет, несмотря на ее скорострельность. Ну, просто потому, что она высокая и дырявая. Да, она может наносить удары, но не из дальнего расстояния, а только с близкого. А это значит, что по вам будут встречно набивать, и вас надолго не хватит. Поэтому вам нужен такой танк, который... Вот, примерно, как КПЗ, 50 тонн будет офигенный. Вот, допустим, очень хороший СТБ в этом плане, тоже самое. Очень скорострельный он. И я на нем тоже очень много настреливал. Ну, как много. Смотрите, и 700, половина, да, 374. На 121-м, в моем данном состоянии, с моим настроением, я сейчас бы не играл. Потому что, ну, просто у него нет УВНа, и он только для ровных территорий. Но тоже, смотрите, из 1400 у меня здесь, если по нему смотреть. Дальше еще много играл на... Ну, достаточно много. Из 700, 271, то есть, считай, почти 300 на К-91. Полностью я отыграл на Прожета-46. Он у меня первым вышел вообще. Много играл из 400, считайте, 300 на Стерве. А затем... Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да, немного, кстати, играл я вот на Шарфутур. Не знаю, почему. Не знаю, почему. Немного играл на нем, но что-то как-то хотелось. Почти, увы, полностью все вышел на... Ну, считайте, смотрите, 377 из 400. Вот здесь написано. То есть, ну, практически, видите, я уже его весь лимит отработал. А, значит, вот этот танк, Бураск, у меня был... Я его вторым закрыл по лимиту. То есть, я его тоже на нем очень хорошо играл. Ну, и, пожалуй, все, по-моему... А, вот еще, вот еще. Практически 300 из 400 играл на Т-92. Я ему поставил все-все-все. Вот это вот досылатель. Ну, в смысле, все для Света. И он у меня просто бомбический, просто кайф. Больше особо ни на чем не играл в таком. Ну, вот, практически, смотрите, из 550, да, 413 на КПЗ 50 тонн. И все. Все. Да. Все. Все остальное очень мелко, очень там по мелочам. Практически 300 тоже из 400. То есть, как-то вот так, ребят. Всегда по настроению. Кто-то меня сегодня, кстати, спрашивал по поводу Т-92 и Т-92... Ой, господи. 60 ТП. Вот этот здоровенный танк. Как он, хорош, нехорош? Ну, лично я сказал так, что когда настроение у вас именно такое, вот, знаете, медлительное, такое... Все впадлу делать, хочется где-то там вот именно просто стоять, так вот повернуться, так, наметиться полчаса, такое... И как же он дарахнуть на 700. Это, да, это круто. Но не в моем сегодняшнем настроении. Поэтому, как бы, танк вообще обалденный, офигенный, очень крутой и все такое. Кстати, все вот эти шкурки, которые вы видите, вот это вот, вот это вот байда. Это все, ребят, у меня шкурки от модов. Моды. Уникальные 30 стили. И вот они. Вся вот эта байда. Единственное, что 121 нет. 121 я сам заработал, но как вы уже поняли. Ну, в общем, на этом все. Кстати, подошел к концу бой. У нас поражение. Несмотря ни на что, я тут, наверное, в первой тройке. По опыту, да, настрелял я не так много, как хотелось бы на четвертом месте. Вот. Ну, в общем, как-то так. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Если вы... Если понравился этот ролик, поставьте обязательно лайк. Мне будет приятно. Ну, в качестве подарка там. Вот. Ну, а вам хорошее настроение, удачи и... Все. Всем пока-пока.